Почему именно такое название? Потому что этот робот Даш, он достаточно очень милый, дети его очень любят, потому что он сам, как ребенок, веселится, если ему скучно, его дети не трогают, он начинает баловаться. И в то же время дети, которые подготовительные группы или готовящиеся к школе, или даже школьники могут его использовать уже для более серьезных вещей, таких как программирование. Надеюсь, он вам тоже понравится, и сейчас немножко расскажем про него. Да, мы вам расскажем о приложении, которое вы сможете использовать для того, чтобы управлять роботом, и начнем с самых азов, то есть от самого простого к сложному. Еще раз спросим, все ли нас слышат, видят, хорошо ли видно презентацию? Многие пишут, видишь, картинка маленькая, так и должно быть, в приоритете вы должны видеть презентацию. Мы просто будем рассказывать по презентации, и если возникнут вопросы, сразу же напишите, и мы постараемся ответить. Знакомьтесь, робот Даш. Очень милый, как я уже сказала, довольно прочный, потому что пару раз падал со стола, но живой остался. Дети, знаете, бывают такие, что не очень удачно возьмут, или что-то не туда покатится, и бывает... Поэтому лучше всего использовать его на полу. Для него нужно достаточно большое пространство, да, мы обычно убираем столы и пользуемся им. Это главный, мы его назвали девочкой, потому что это сестра, и у нее есть робот ДОТ, это брат. Брат. Наша сестра, она главная, в четыре раза больше, да, если вы увидите, да, как четыре разных шарика. И этот робот, в отличие от брата, умеет ездить, поворачивать головой, разговаривать, светиться, издавать звуки, да. Да, то есть ДОТ в этом плане менее интересен, потому что он, к сожалению, не двигается, то есть в нему можно, в принципе, записывать какие-то звуковые записи, слушать вместе с детьми, а также использовать вместе с Дашем. То есть можно подключать Дашу к ДОТу. Отдельно, к сожалению, ДОТ не... Ну, менее интересен, потому что когда мы начинаем с ним работать, дети всегда ждут, что он покатится, что он, как колобок, будет катиться. К сожалению, это невозможно. И сейчас мы расскажем вам о аксессуарах, которые прилагаются в комплекте к роботу Даш. То есть что с ними можно делать, для чего их использовать. Если вы посмотрите на картинку, то здесь у нас есть такие различные аксессуары, которые могут помочь вам в обучении. В принципе, как и предполагается, что он может и развлекать детей, и обучать. Первая интересная штука – это ксилофон. Подключается к Дашу. Это находится в большом комплекте, да, в месте, когда у нас мы покупаем робота Даша и ДОТ одновременно. Они также продаются и отдельно. То есть мы подсоединяем нижнюю часть. Да, Юлика поможет мне. Все закрепляется, не надо бояться. Пластмасса довольно прочная. И также к уху подключаем палочку, в которую он будет играть. Здесь нужно учитывать, что поворот головы обязательно, чтобы ухо было у нас сделано так, чтобы касалось уже изначально. То есть вот эта палочка должна касаться уже изначально ксилофона, иначе он когда будет бить, он будет промахиваться. Это очень важно. Бывает так, что немножко не настроишь, и дети начинают расстраиваться, что у них не играет, хотя делают они все правильно. Это одна часть от комплекта. Также есть интересная деталь, как катапульта. Она состоит из раз, два, три, четыре, пять деталей отдельных. Их нужно соединять. Инструкция по сборке в коробке имеется, поэтому очень все просто. Не бойтесь соединять, прикреплять, потому что пластмасса очень прочная. Опять же, одевается катапульта на ноги, на колеса, а шапочка одевается, которая будет ударять за ушки. Здесь тоже нужно учитывать, где находятся наши объекты, иначе они просто не ударят. Очень важно так соединять заранее, лучше всего самим соединить, потому что дети могут подсоединить неправильно. Хотя, в принципе, можно постараться. Обязательно очень близко, чтобы у нас вот эта катапульта находилась под шапочкой, которую они будут ударять. Даже будет ударять. Также в комплекте есть вот такие ушки, с помощью которых ваш Даш может превратиться в зайчика. И Дот тоже, кстати, может превратиться в зайчика, и уже можно сделать какую-то сказку. Интересно довольно. Но если мы что-то еще подключаем, то ушки, конечно, только вот для Дота останется. Что еще здесь есть в комплекте? Это шарики для катапульты. Да, шарики для катапульты тоже, то есть, чтобы их бросать. Разных три цвета. Тоже можно сделать различные задания, о которых мы расскажем. Есть также, я не знаю, как это лучше по-русски сказать. Это невозможно, к сожалению, увеличить. Может быть, единственное, мы поближе будем тогда показывать. Очень далеко. Хорошо. Мы, наверное, поближе немножко подвинемся и лучше будем показывать. Да, к сожалению, увеличить никак нельзя. Качество тоже, наверное. Вот такой, как бы... Как это назвать? Да, вот так что-то. Ковш, да? Ковш. Такой ковш помогает, например, сделать задание по уборке мусора, да, сортировке мусора. Поиграть с мячиком, что-то перевести, поиграть в футбол, поиграть. То есть вот такой вот, как ковш, который переносит какие-то объекты в определенное место. Может быть, мы начнем, когда рассказывать про приложение и уже будем показывать, что делает, то тогда будет более интересно, и вы уже увидите на картинке. Первое приложение, которое мы используем, а вот сейчас изображены приложения, про которые мы сегодня расскажем. Используем Go, Patch, Wonder, Xilo и Blockly. Опять же, они расположены в таком порядке, от простого к сложному. И все эти приложения вы сможете скачать на планшет бесплатно, то есть через, смотря, ну, какая операционная система, через магазин. Да, через магазин любого. Будет это Android или iOS, без разницы. Приложения бесплатно доступны и на любом планшете, устройстве, даже на телефоне. Это очень радует, потому что зачастую все платное. Да, можно к Dota тоже присоединить ушки. В принципе, даже там разные вещи можно подсоединить. Да, использовать как для Dota и для Даши одновременно можно. Да, например, подвесить его можно. Хотя эта штучка используется и как для тележки. Когда тележку можно что-то перевозить тоже для Даши. Может быть, пока мы с Ириной будем рассказывать вам про приложение, хотелось бы, чтобы вы немного рассказали о своем опыте. Используете ли вы уже робота Dota в своей работе. То есть, может быть, пока мы будем разговаривать, вы напишите в комментариях, используете ли вы или для вас это новое что-то. Хотелось бы услышать тоже и ваше мнение, поделиться, чтобы вы поделились своим опытом. Первое приложение – Go. Go обычно оно такой развлекательный характер имеет. Мы используем это для детей от трех и даже, ну, с семилетними это уже как-то странно бы смотрелось. Поэтому трехлетние, четырех, пятилетние – можно использовать это приложение. В чем сложность для детей? Использовать движение. Очень сложно, если сейчас я запущу, очень сложно управлять, если посмотрите, да, сейчас я секунду включу. Очень сложно управлять вот этой частью, когда движение вперед-назад-лево-право. Потому что дети начинают дергать, и Даш ездит по своим делам, и он как не может сосредоточиться. Очень сложно, и это привыкают, они на пару уроков им потребуются для того, чтобы использовать эту панель. Здесь можно также со скоростью поработать, используя плюс-минус. Мы увеличиваем или уменьшаем скоростной режим. И также с другой стороны, я просто так смотрю, моей левой, у вас с правой стороны получается, что мы используем поворот головы. Все ли слышно, видно? Приложение Go. Если у вас установлено эти приложения, можете зайти посмотреть. Также здесь у нас есть работа со звуками. Мы можем использовать такие, как сигналы сирены, если увеличивать скорость машины, учить их звукам различным, это, например, животных или какие-то эмоциональные. И больше для игры такой, да, развлекательных моментов. В принципе, очень хорошо подходит для того, чтобы, ну, просто попробовать, что это за робот, познакомиться. Потому что когда я его включаю, не используя приложение, он уже активно начинает, как бы, разговаривать с детьми. Потому что когда тишина, и кто-то обращается к нему, он начинает поворачиваться и, как бы, приветствовать и внимательно слушать. Я всегда говорю, он очень хороший ребенок, потому что всегда внимательно слушает, кто говорит. Вот. Здесь также можно посмотреть историю вообще про Даша и Дота, как они появились. Здесь тоже это интересно, можно занять какое-то время для знакомства. Также, если вернуться к звукам, тут есть животные, как Ирина уже сказала. Также внизу вы видите значок микрофона и цифры. То есть дети могут сами записать какие-то звуки на робота, и тогда уже пробовать, чтобы Даша разговаривала именно их языком. То есть не языком животных, там, собачка пролаяла, а именно ребенок кто-то сам сказал и записал. Это очень им нравится, потому что они, у нас дети очень музыкальные, веселые, любят здороваться и всегда записывают свои звуки, чтобы, ну, как бы, похвастаться другим детям. Когда особенно другие группы приходят и услышат детей из соседней группы, они уже такие счастливые, что с ними здороваются. Это у нас, мы знакомим обычно с этим приложением в начале, как только начинаем работать с роботом. Обычно это 3, 4, 5 лет. Дальше, вот можно посмотреть, это приложение мы используем вот для игры. К примеру, два робота мы делаем, соединяем и делаем ворота. Это после того, как они все-таки научились пользоваться вот этими движениями вперед-назад, потому что очень сложно держать равновесие в правильную сторону ехать. Если вы уже пробовали вот это приложение, то, может быть, какие-то советы нам скажете со своей стороны. Или, может быть, какие-то идеи, какие вы игры придумываете с этим приложением. С этим приложением, да. Также у нас дети играли в футбол. Сортировка мусора у нас была, что мы раскладывали, и они сортировали в одну сторону, например, батарейки, в другую, там, пластиковые бутылки, то есть определяли место, где... Довольно забавно смотреть, наблюдать за ними. Очень довольны они всегда, когда играют с этим роботом. То есть в данном случае, в принципе, все зависит от вашей фантазии. Вы можете придумывать все, что угодно, то, что вам интересно, что интересно вашим детям, и придумывать всевозможные занятия. Ну, вот, например, предлагает Юлия, чтобы сортировку листьев к нужному дереву тоже. То есть сортировка здесь вообще отличная форма обучения. Именно сортировка, использовать куда-то, перенести, перевести. Фантазия, да, очень нужна. Решали примеры, Юлия тоже предлагает, привозили к правильному ответу, как вариант проведения математического занятия. Следующее приложение, оно тоже более такое развлекательное, но здесь уже идет следующий этап, когда мы выставляем какие-то дополнительные блоки, что нам поможет развить, блочное уже программирование идет. Тоже, конечно, формат квестов начинается, как и вондер. Что такое квесты в этом плане? Это ребенок сам может самостоятельно изучить эту программу без взрослых. Приложение позволяет сделать разные ходы. Устраивать маршруты. Да, и также вот эти изучить блоки. Когда уже все квесты пройдены, он может вернуться к определенному квесту и что-то там по-другому сделать. Интересно, мне очень нравится, что дети самостоятельно могут это все реализовать без вмешательства учителя. Только иногда подсказывает необходимо, если вдруг что-то не получается. Если вы посмотрите на картинки, то здесь больше такие приложения, как мы в городе, да, едем, а робот сам на самом деле ездит на полу. И тоже очень забавно, что они смотрят на экран, а робот уже ездит по реальному полу. Здесь можно, также этот мы используем, например, квесты, да, то есть они проходят, обучаются у нас. Это тоже занимает несколько уроков, потому что нельзя все сразу пройти. Это все постепенно идет. И как бы от простого, то есть по клеточкам пройти, опять же, знакомые им из биботов, то потом уже они используют карты разные, дороги, маршруты, используют разные блоки для звука. Также мы создавали с детьми лабиринты. Тут нам в помощь пришли комплекты Lego. Это вы можете выбирать на свое смотрение, обязательно Lego. Вы можете... Просто коробочки ставить. Да, любые подручные материалы, использовать, что вам больше нравится, что нравится детям. Создавали лабиринты, дети придумали разные ходы и также с помощью этой программы пробовали запрограммировать Даша так, чтобы он проехал лабиринт, при этом его не сломав. То есть тут тоже очень важно, чтобы дети понимали, сколько шагов нужно проехать вперед, то есть опять-таки по этим клеточкам, куда повернуть вправо и влево, как с биботом. То есть они вроде поворачивают направо, а робот едет налево. То есть нужно уметь ориентироваться, что на экране вот это расположение право-лево немного направлено в предположенную сторону. Можно ли загружать свои карты в приложение? Поступил вопрос от Натальи. Я думаю, не использовали никогда это, но, к сожалению, наверное, нет, потому что приложение зависит от... Какая карта? Если мы просто загрузим какую-то картинку и будем использовать, то у нас не получится. Звук идет эхом. Эхом какой-то по-истемски. Так и будет. Эхом. Посмотрите, возможно, у вас колонки настроены как-то. У всех ли эхом или только у одного человека? Все ли в порядке со звуком? Следующее приложение довольно интересное, потому что дети любят музыку. Да, это, наверное, одно из самых любимых наших приложений для наших детей. Все хорошо. Проверьте тогда колонки, если вдруг со звуком проблема. Это приложение довольно интересно, но когда первый раз дети встречаются, они теряются, они не понимают, что это за цвета, что они обозначают, даже если видят ксилофон. Поэтому мы как-то с Юликой подумали о задании, такое провели с ее группой. У нее группа 4-5 лет. И мы решили сделать вариант того, что объяснить им, что цвет соответствует ноте. и что нужно сделать, сделали карточки, которые обозначают до, ре, ми, фа, соля, си, соответствующие цвета. Так как дети еще не умеют читать, они используют цвета. Но многие уже даже понимают, где до, где ре, и довольно интересное получается. То есть первое, что, конечно, мы всегда хотим визуально, чтобы ребенок сам положил сначала на бумажку, чтобы он знал, что использовали приложение, а смотря на бумажку, они видят визуально это построение, и потом уже начинают играть. Потому что когда, если мы просто им дадим поставить ноты, они, конечно, делают такую, ну, как бы свою музыку. Ну, когда у нас можно найти в интернете даже детские песенки для ксилофона, и там они тоже будут вот такими кружочками, красный, желтый, и вот мы в этом направлении делаем задание именно ксилофоном. Они могут сами составлять музыку друг для друга. Например, было такое задание, что мы попросили их выложить эти карточки для своих напарников, другой подгруппы. Мы очень часто работаем по два, по три человека, разделяем на подгруппы делимся, и подгруппу делим еще на маленькие команды. Мы каждый раз учим их работать друг с другом. Это очень важно, потому что, к сожалению, дети всегда работают индивидуально, хотят работать индивидуально, им сложно друг с другом работать. И в итоге для взрослых потом на работе такая будет проблема, как не могут сработаться друг с другом. Поэтому мы работаем вот в этом направлении, все время делим на команды. Если у вас, может быть, какие-то идеи с музыкой или ксилофоном, какие-то вы пробовали? Да, как вы используете данное приложение? Потому что изначально, конечно, когда мы только познакомились с этим роботом и брали приложение ксилофон, мы просто показывали, что Даша умеет играть. А уже потом, конечно, придумали, что дети могут сами не просто бездумно ударять по клавишам, а именно сыграть какую-то мелодию. Но при этом мелодия должна быть до них знакомая, чтобы было интересно. Ого, я такую мелодию слышала, а оказывается, еще и Даша умеет ее играть. В музыкальной школе используют буквы на обозначение, а в обычной школе используются ее лами. Да. Но мы, так как мы преподаватели в детском саду, для нас больше мы используем цвета, буквы, стрелочки, цифры. Да, потому что в детском саду, даже на музыкальных занятиях, мы не знакомим детей с буквы на обозначение, но так как они читать умеют, в плане буквы русские они знают, поэтому мы все-таки используем то, что доступно детям. Мы тоже так думали, что это не актуально, но, как оказалось, они даже, составляя эти мелодии, прослушав, то есть мы даем, например, задание, если вернемся к заданию, вот это задание, и в итоге получается какая-то мелодия, которую они очень хорошо знают, и они могут угадать. И это для них, они просто в восторге от того, что они угадывают. Я просто думаю, что Вероника, Вероника, я не знаю, как у вас правильно читается ваше имя в данном случае, говорит о том, что не актуально именно в музыкальной школе, то есть в музыкальной сфере, потому что сейчас, да, перешли на буквы, на обозначения, но поэтому я хочу добавить, что мы не в музыкальной школе, то есть мы все-таки пытаемся принести для детей ту информацию, которая им доступна. Так как Юлика работает еще в Келли Кюмблос, это с погружением, мы здесь работали на, как бы, на две, два зайца убивали, мы повторяли цвета, они знали уже, как назвать, какой цвет, были цифры, да, у нас другое было тоже задание, где мы использовали вместо нот цифры, и они тоже повторяли цифры, и знали, как это будет по-эстонски. То есть эти детки пять лет достаточно хорошо справились и с этим заданием. Следующее приложение, которое нам очень нравится, это Wonder. Уже это приложение позволяет уже сделать много всего и управлять, и программировать, и проходить квесты. То есть первое, что ребенок берет приложение, он начинает работать с квестом. Квесты очень такие интересные, каждый раз что-то новенькое. Единственное минус здесь, без помощи учителя так, они не очень хорошо справятся в этом, если будут проходить квесты, потому что иногда квест написан на английском языке, и ребенок, если не поймет, то он сделает неправильно. Но при этом, помнишь, когда мы только знакомились с этим приложением, с детьми, с моими 4-5 лет, я еще не знала этого приложения, они взяли в руки планшет, и они просто, они сделали практически все сами. То есть они взяли планшет, стали там что-то соединять между собой. То есть в этом плане дети гораздо умнее, чем мы думаем. Поэтому я думаю, что если дать им возможность самим все это испытает, то они, в принципе, к знакомству сделают, конечно, может быть, они выполнят то задание, которое им учитель дал, но при этом смогут хотя бы понять, как этим пользоваться. Да, абсолютно. Для этого и очень хорошо, я говорю, поэтому квесты очень хорошо, как для учителя, который может отдельно посадить команду и дать им задание какое-то дополнительное, пройти квест, с другими позаниматься. То есть здесь уже какая-то групповая работа идет и под подгруппом. Немножко расскажем, какие задания мы выполняли. Первое, что мы сделали, это задание на меткость. Опять брали катапульту. Дети очень довольны, потому что им нужно было попасть. И они друг за друга болели. Если вы посмотрите на фотографии, что они очень счастливые, им это очень нравится. Во-первых, мы просто нажали на кнопку, на планшете запрограммировали и нажали на кнопку, и он выполнил это действие. Для них это просто восторг был. При этом мы объяснили, как эта катапульта работает, что движение головы, что от удара зависит, то есть как он голову поднимает вверх, зависит, как далеко он улетает, этот шарик. И успех, вот мы на практике опробовали, зависит именно от резкости. То есть он должен резко голову опустить, чтобы именно шарик прилетел в стакан. Но так как этот набор сделан, и это приложение сделано для этого робота, в приложении есть отдельно существующая кнопка, которая делает катапульту. Но мы даже с детьми пробовали просто программировать и использовали разный наклон головы. Это тоже им очень понравилось. И они поняли, зачем нужен вот это вот действие, поворота головы. Следующее, что мы сделали, математическое задание. Дали детям лист бумаги, это у нас уже 5-6 лет, и где они просто, используя катапульту, рассчитывали расстояние. Сейчас расскажу, где можно использовать эту катапульту. Рассчитывали расстояние, измеряли, то есть изучали, какое расстояние, на какое расстояние улетел, с какой силы надо ударить, сколько попыток он сделал, чтобы в стаканчик попасть, на каком расстоянии этот стаканчик стоит. То есть это уже более такая серьезная работа, всего лишь использовали катапульту. Катапульту можно использовать даже в Гоу, где там поворот головы. Но там намного сложнее. Не так эффективно. Да, не так эффективно. Также можно использовать Вондер. Вондер, там две версии есть. Первая, когда мы в контроллере, то есть не программируя, просто управляем, там есть возможность. И также можно запрограммировать размах головы, насколько он поворачивает голову. То есть если вот здесь в этом задании мы им предложили запрограммировать, используя разную силу наклона, силу или грамм, градус наклона. Градус наклона, да. Там уже в программе вам дается выбрать, какой градус наклона головы надо выбрать. И мы путем, вот опытным путем пришли к тому, что минус 5 градусов, по-моему, там было. Нет, там чем выше поднимать, тем дальше улетает шарик. Но мы давали разные возможности, используя 7 градусов, градусов 10 и 20. И куда улетит шарик. То есть чем ближе. Карточки какие? Карточек в наборе никаких нету. Все... Есть возможность, если вы смотрели аксессуары, слайд, то там есть книжки и карточки. Они отдельно продаются. То есть все задания, которые вы видите на экране, все придуманы сами, да, разрабатывали сами. Мы все задания, все, что мы с ними делаем, мы все придумываем сами. К сожалению, да, приходится вот как-то... Ну и карточки, по-моему... Инглесик или с вами... Карточки. На английском языке карточки. Поэтому в любом случае нужно будет самим поработать. Последовательность действий. Мы работаем каждый раз с последовательностью, учим детей программировать, начиная от биботов, блуботов и так далее. Здесь мы используем, опять же, визуальные, блочные программирования. Задаем детям задания, используя карточку. Я даже принесла карточки показать. К сожалению, наверное, будет плохо видно, но если вот такая карточка, здесь на этой карточке указано, какая категория, какое действие, какой параметр. Почему я такие вещи говорю всегда взрослым? Потому что дальше идет блочное программирование, и все эти слова им потребуются. И в школе, я думаю, тоже, особенно на уроках информатики, робототехники, везде нужно будет такие слова. Категория, параметр и действия какие-то. То есть они смотрят на карточку, Юлика, вот опыт. И если дети помладше, то есть вот эти маленькие карточки, мы даем также вот большой лист с подсказками. То есть если на карточке стоит, например, нота, но ребенок не видит, что в Вондере сделано так, что там категории, написанные словами, а не картинками. Мы для детей упростили, мы сделали картинками. И, допустим, ребенок смотрит, ага, нужно выбрать категорию музыки. Но так как в Вондере этой значка нету, то есть он должен прочитать, как же музыка. И тогда он смотрит на эту большую подсказку и видит, что нота... По-английски пишется sound. И он по этим буквам ищет тогда, в какую категорию ему нужно зайти. То есть он смотрит на букву и также ищет эту же букву уже в планшете. То есть им именно важна вот эта визуализация, чтобы они видели. И первый раз, наверное, им сложно. Они так теряются, правильно ли правильно. А когда уже это несколько раз в действии происходит, они уже это слово запоминают, потому что мы всегда даже стараемся проговаривать это, чтобы в дальнейшем уже, когда я скажу sound, они будут знать, о чем я говорю. Так, следующий. Тогда посмотрим, что у нас. И такое интересное уже, как говорится, к школьнику мы подошли, приложение Blockly. Мое любимое приложение, потому что я информатик по профессии и очень люблю программировать. Для меня это просто приложение. Я в восторге от него и стараюсь детям донести. К сожалению, оно только на английском языке. Но мы используем карточки, мы используем, говорим, и они запоминают это. В две секунды. Вы не представляете, как быстро они делают то, что нужно сделать. И при этом не зная английского языка. Блочное программирование очень полезно и визуально. Практически для каждого робота можно разработать такие карточки. Для Даши, или это Эдисон, или это будет даже Лего Веду. Для всех мы используем карточки, как визуальные, чтобы приучить их к словам, к блокам этим, чтобы они, когда взяли в руки планшеты, не растерялись. То есть сначала мы просто делаем блочное программирование на бумаге без компьютерной информатики, получается. Поступил вопрос. Как с этим быть в группе погружения? Тоже используется английский язык. В группе погружения, если вы имеете в виду картинки, где музыка, все это было на английском языке, то да, тоже используем английский язык, так как в приложении только английский язык. И если я буду переводить детям еще на эстонский, то они запутаются, так как, допустим, по-эстонски музыка это музыка, а по-английски музыка это саунд. То есть им будет сложно понять, что же я от них требую. Поэтому все-таки буквы мы используем такие же, как в приложении, то есть английский язык. Если по поводу Келли Кимблос, группы уроков, робототехники, к примеру, где мы работаем с роботом Даш, мы используем такой вариант, когда я говорю по-русски, Юлика переводит на эстонский, потому что иногда очень сложно детям понять такие слова, как с робототехникой связаны. Поэтому она старается переводить все это на эстонский язык, но если они не понимают, то тогда начинаю по-русски объяснять я. И как бы мы вот сотрудничаем в этом плане вместе. Сначала, как я уже сказала, начинается все на бумаге, и это, конечно, уже идут подготовительные группы, которые в школе. Мы сначала определяем, что нужно сделать, какие блоки поставить, и потом используем уже планшеты для того, чтобы запрограммировать вот эти блоки. То есть, как видите, мы используем доску. На доске команда, например, решает задачу, и потом уже просто используя планшеты, выставляет блоки правильными параметрами. Здесь также, опять же, математика идет, где можно использовать, ну, например, измерить расстояние, насколько он проехал от одной точки до другой. Здесь уже, опять же, на вашу фантазия, как вы это видите, как вы сами разработаете эти задания. Интересное задание с кубиком. У меня есть такой кубик, который дети получают, ну, три команды, к примеру, получают кубики, и три задания. На листках они кидают кубик, и выпавшая цифра задает им задачу, которую должен выполнить Dash. Опять же, это для того, чтобы знать, что эти блоки делают. Каждый раз разное задание. В принципе, на английском языке можно найти это задание, да, тут ничего сложного нету, но я стараюсь сама сделать, потому что мне какие-то нужны вещи, чтобы они изучили. Вот, тоже задание интересное. Сначала сложность в том, что, например, не знаешь, какой робот к какому планшету подключается, мы используем ушки, носики. Различаем их как-то. Да, чтобы различать, потому что детям тоже сложно, что если они вместе где-то рядом поехали куда-то, то они уже какой наш, поэтому мы тоже так свои ушки, свои хвостики, носики добавляем, чтобы немножко интересно было. полезные ссылки, когда составлялась презентация, очень много примеров нашла, как сделать интересное задание для Даша. Я думаю, что эту презентацию я потом в Фейсбуке или мы разошлем ссылочку на эту презентацию, где можно будет более подробно изучить вот эти ссылки. Пинтест, Пинтерест этот очень, очень популярная система, я думаю, что все знакомы. Там миллион идей, которые вы сможете воплотить, используя только хотя бы один этот сайт. Я думаю, что вот, например, в журнале самого Make Wonder, это компания, которая делает Даша. Там тоже много всего интересного. В блоге той же фирмы можно сделать точно такие же уроки, используя всего лишь блог, посмотреть, как они реализуют, я имею в виду, они, это за границей дети, которые другие дети из других детских садов. Может, Юлика что-то еще хочет добавить по поводу, Даша. Там был вопрос, можно ли, пожалуйста, примеры заданий практических, то есть можно как-то, пожалуйста, может быть, вопрос более развернутый задать, потому что вы показали практические задания. Я могу вот вам сейчас, Мария Ли, спасибо ей, кидать ссылочки, если вы прямо сейчас хотите посмотреть, драйв, вот где на Google диске, там вот два задания, они вот как бы из наших тем тоже есть. Это с кубиками и еще что-то там, не помню уже. То есть посмотрите, посмотрите Pinterest, там много заданий и на английском языке, правда, но можно взять оттуда и себе перевести на русский язык, то есть альтернативу сделать. Если какие-то хотите задания из-за того, что мы рассказали, в принципе, можно что-нибудь вам, математическое задание можно будет присоединить к ссылкам полезным. Да, так, в принципе, смотрите. Здесь фантазия ваша, мне кажется. Это робот такой, что он, тут нужно просто ваша идея, дети всегда будут рады этому роботу и, ну, я советую вам приобрести его, и Хариду Саммит нам сейчас выделил, всем раздал, я очень такие молодцы. То есть вы посмотрите, как ваши дети будут реагировать на этого робота, может быть, уже у детей у самих появятся какие-то идеи, потому что бывает так, что дети сами спрашивают, а можно, например, сделать с этим роботом такое занятие, а можно такое, на такую тему, то есть смотрите, что вашим детям интересно, то есть может быть, музыка будет не так интересна, но при этом они, может быть, захотят какие-то спортивные игры провести с этим роботом, то есть посоревноваться, да, исходите, конечно, за интересы детей, чтобы в первую очередь было интересно им. Можно ли посмотреть карточки? А какие карточки конкретно вы хотели бы увидеть по Wonder? В принципе, в Фейсбуке и в рассылочном письме я могу тогда уже кинуть карточки, которые мы используем. Есть ли еще вопросы? Если вдруг возникли вопросы, то, пожалуйста, напишите на e-mail в детский сад Арбу, лично мне, да, и тогда уже будем решать вопросы по ходу, да, может быть, какие-то карточки, какие-то идеи. Да, может быть, вы столкнетесь с какими-то вопросами уже по ходу использования, сейчас, может быть, вы пока нет никаких таких вопросов, а если что-то такое глобальное, может быть, вы хотите как-то посоветоваться, тогда, пожалуйста, обращайтесь. Да. Это, наверное, с нашей стороны все. Да. Спасибо, что нашли время и возможность подключиться к нашему вебинару, посмотреть, надеемся, что это было полезно для вас. Да. Поступил вопрос, сколько детей работают с одним Даш? Обычно три, максимум четыре, потому что сложно их все-таки вместе держать. надеемся, что вам понравилось, что вы подчеркнули для себя новые идеи. Если будут какие-то вопросы, пишите, постараемся ответить. Спасибо. Всем спасибо. До новых встреч. Спасибо.